В Славянске на Кубани состоялась крывая выставка-презентация «Школьная мода-2018». Ведущие производители школьной формы Краснодарского края представили родителям учеников и директорам школ новые образцы одежды для детей. В чем будут ходить на уроки славянские школьники, узнали наши корреспонденты. Школьная форма впервые была введена около 200 лет назад. За это время она неоднократно изменяла свой облик, отменялась и вновь вводилась. С конца 80-х в российских школах был свободный стиль одежды, но время показало, что единая форма просто необходима. Она дисциплинирует, стирает границы социального неравенства, сплачивает школьников. Сейчас вопрос, нужна школьная форма или нет, у большинства родителей не стоит. Перед ними встал другой выбор – какую модель и цвет выбрать. Каждая школа и даже класс выбирает свой стиль ученической одежды. Для того, чтобы помочь родителям и детям определиться с выбором, в крае проводятся выставки школьной формы. Одна из таких презентаций прошла в Славянском районе. Хотел бы поблагодарить администрацию муниципального образования Славянский район за тот праздник, который организовали не только для жителей района, но и для многих наших коллег, друзей из соседних муниципальных образований. Безусловно, для нас очень важно, чтобы наши школьники ходили в школу в качественной, современной, модной школьной форме. И ни у кого не вызывает сомнения, что наши производители способны выпускать такую форму. Сегодня в Краснодарском крае разработкой дизайна и пошивом школьной одежды занимается более 20 организаций. 12 из них приехали на презентацию в Славянск на Кубани. Я считаю, что эта площадка, она своего рода еще и конкурентная площадка, где производители школьной формы могут показать друг другу, на что сегодня они способны. То есть мы понимаем, что должна быть цена, качество, стиль. Я считаю, что дети Краснодарского края, родители, их родители должны приобретать школьную форму, продукцию, именно товаропроизводителей нашего края, соответственно, Славянского района. Потому что деньги должны оставаться дома, чтобы экономика работала. Презентовать школьную форму будущего было доверено, собственно говоря, тем, для кого она и шьется – школьникам. Выступить в роли модели и пройтись по импровизированному подиуму было поручено учащимся славянских школ. Буквы разные писать, крутим пёрышком тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Были продемонстрированы самые разные варианты школьной формы, начиная от классических костюмов, пиджаков, сарафанов и заканчивая современными бомберами, жилетами, юбками, шортами. Участник выставки группа компании «Авангард стиль» занимается выпуском одежды не только для школьников, но и для учителей. Возможно, в скором будущем и педагоги наденут единую форму. Форма для учителей – это тоже очень красиво и очень сильно стимулирует деток. У нас есть некоторые коллекции, но если школа хочет придумать свою школьную форму для учителей, мы с удовольствием это делаем. Учителя одеваются, чувствуют себя причастным к этому маленькому государству. Я считаю, это очень интересная новая тема для производителей. На выставке были представлены и два производителя из Славинского района. Это швейная фабрика «Славинская» и предприятие «Белара», специализирующиеся на выпуске спортивной одежды. Главное требование к современной школьной одежде – это не только красота, удобство, практичность, но и в первую очередь качество и безопасность. Большинство кубанских товаропроизводителей работает только с российскими материалами, имеют собственные швейные мастерские, вся продукция сертифицирована. И еще одно преимущество – доступная цена. Родители остались довольны. Хорошая выставка, примерили пиджак от формы казачьей, очень понравилась для девочки. Нам нравится, будем дальше смотреть. Красиво, между прочим, на уровне. Я была в других городах, у нас хорошее. И выбор большой, и есть из чего выбрать. Красиво, мне понравилось очень. На товары под брендом «Сделано на Кубани» приехали посмотреть учащиеся и их родители, руководители отделов образования, представители родительских комитетов и администрации образовательных учреждений, не только из Славинского района. С образцами школьной одежды познакомились также гости из Калининского, Красноармейского, Приморско-Ахтарского районов. Выставка работала в течение всего дня. Хочется сказать, что очень довольна организованной выставкой в нашем Славинском районе, потому что это большая помощь, как и для учителей, для администрации, и главное для родителей и детей, потому что мы можем пройти, выбрать, прицениться, ощутить и потрогать руками качество выставленной продукции. И хочу сказать, что просто спасибо за организованную выставку. Выставки презентации школьной формы пройдут по всему краю. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».